МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вышла в свет общественно-политическая газета Вести Хасовертовского района. На первой полосе газеты поздравления главы района Джамлад Шапивича Салава, жителей Хасовертовского района с праздником Курбан-Байрам. Здесь же коллектив администрации района, собрание депутатов района и редакция газеты Вести Хасовертовского района поздравляет главу района с днем его рождения. Также на первой полосе под рубрикой в райадминистрации информация о прощече вторник к плановом совещании актива и аппарата администрации района. Сход жителей. Так называется материал, опубликованный на первой полосе переходом на вторую полосу, где говорится о массовом общественном сходе жителей района, который состоялся в сенте традиционной культуры народа России селения Эндирей, где единодушно осудили террористическую акцию и преступное деяние бандитов, произошедшие 20 июля на территории Кизель-Хасовского района. В мероприятии приняли участие руководство района, помощник главы Республики Дагестан, представитель АТК Республики Дагестан по северному территориальному округу Кирим Мадрудинов. Далее на второй полосе под рубрикой УСАХ о векторах развития АПК рассказывается о совещании, проходившем в Управлении сельского хозяйства, где обсуждались вопросы полевой работы и подготовка к посеву озимых под урожай 2019 года. Далее в материале совещание работников здравоохранения, где рассказывается о расширенном аппаратном совещании Центральной районной поликлиники. На третьей полосе прокуратура разъясняет, работники прокуратуры дают разъяснения о налогах, о самовольных постройках, а также об образовании Российской Федерации. Здесь же материал корреспондента газеты, рассказывающий о круглом столе, проще чем в Хасавертовской Центральной районной поликлинике, под названием «Есть цели и задачи». Четвертое, пятое полосы публикует решение собрания депутатов сельских поселений, сельсовет Адилатарский, сельсовет Батаюртовский, а также сельсовет Новосельский, а проведение конкурса по отбору кандидатур на замещение должности глав сельских поселений трех данных сел. Интересные материалы и на шестой полосе дайджест российской прессы, где вы можете ознакомиться с интересными советами авторитетов. Скандинавский кроссворд на седьмой полосе газеты и последняя восьмая полоса традиционно публикуют материалы культуры, спорта, рекламу и объявления. Вышел в свет республиканский общественно-политический еженедельник Иолдаш. На шестой полосе корреспондент газеты Гиби Конакбия публикует подробный материал, рассказывающий о проходившем 13 августа Центризационной культуре народов России и селении Энделей, расширенного совещания АТК, на котором принимали участие руководители АТК десяти населенных пунктов Хасовертовского района. На девятой полосе газеты и материале по следам наших публикаций «Кому выгодна административная монополия на земле отгонного животноводства?» автора доктора экономических наук профессора ДГУ Расула Кадиева бьет тревогу и делится своими соображениями заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан Калцин Агезов, где автор апеллирует достоверными фактами и цифрами доказывать, что такое введение отгонного животноводства уже привело к засолению, уменьшению гумуса почвы и уменьшению плодородия земель. Далее на одиннадцатой полосе газеты в материале Гебека Канакеева замглавы администрации района Вахид Касимов отмечают, что в Хасовертовском районе за последний год-два построены три школы, на очереди еще пять школ, строительство которых начнется в ближайшее время. Население увеличивается. Есть школы, где обучаются в две, а то и три смены. Также вышла в свет республиканская общественно-политическая газета НИСО РАВЕНС. На второй полосе в материале корреспондента газеты публикуется материал под заголовком «Есть силы и задачи», где рассказывается о проходившем недавно в Хасовертовской районной центральной поликлинике круглом столе, на котором обсуждался вопрос флюоробследования граждан Хасовертовского района. На следующей, третьей полосе корреспондент газеты Мамсар Баймурадов рассказывает о Баргангичурской средне-общеобразовательной школе, где уже закончены ремонтные работы и школа готова к приему учащихся в новом учебном году. Далее, на четвертой полосе газеты начальник отдела физической культуры, спорта и делам молодежи Ахмед Исаков в кануння физкультурника встретился с корреспондентом газеты НИСО РАВЕНСТВО, где он рассказал об успехах и достижениях спортсменов Асовертовского района. Редактор субтитров А.Семкин